Намасте, дорогие друзья! С вами снова Ярослав Мудроворонцов. Сегодня я хочу выполнить задание домашнее, монолог. Монологов будет несколько. Это мой второй монолог на камеру, хотя я практически каждый день делаю монологи на камеру, когда записываю обращение к вам, друзья, со своей какой-то мысль новой, иногда мы это делаем на вебинарах, но сейчас-то будет монолог другой, это монолог будет у меня актерский, не знаю, сколько он получится, немножко волнуюсь, потому что другое состояние. Знаете, одно дело, когда ты говоришь от души, от сердца, ты думаешь, что у тебя здесь есть, ты это хочешь сказать. И это проходит само собой. Но когда тебе приходится играть, это другое. Окей? И монолог, который я хочу сейчас рассказать, довольно-таки банальный. Маша сказала, что у нее проблемы со здоровьем. Я открываю СМС и читаю сообщение. Меня тошнит. У меня внутречерепное давление. У меня болит кишечник. Возможно, у меня язва. Когда я прочитал эти слова, я пришел в ужас. Ну и по-мужски, стараясь делать сразу по-мужски, что я начал делать? Давать совет, как решить это, как эту проблему решить. Я же мужчина, если ко мне обращаются с проблемой, значит, я что? Понимаю, что мне нужно и решить. Проблему надо решать. И я тут же, не задумываясь, сразу даю решение. И я говорю, Маша, все у тебя будет хорошо, не переживай, отлично. Какое... не может быть у тебя язвы, не может быть у тебя... Я-то печатаю такое, ты понимаешь, печатаю, потом понял, печатать не получается на телефоне, очень неудобно. И я наговариваю. Маша, Маша, какая язва, о чем ты говоришь? У тебя просто болит желудок, это бывает у всех, ты перенервничала. Ну, это черепное давление, это обычно от нервного напряжения, ничего больше. Какая язва? Забудь про язву. Все у тебя будет хорошо, это пройдет, ты ляжешь, поспишь, и все будет хорошо. Не переживай. Отключил запись, отправил. Жду. Жду сообщения. Приходит. Приходит сообщение. Маша пишет. Вы меня неправильно поняли. Вы что, меня за дурочку считаете? Я знаю, что внутри черепного давления и кишечник это разные вещи. Что внутри черепного давления не может болеть кишечник. Я вообще не совсем такая тупая и неграмотная, как вы меня тут представляете. Да. Ну и женщина. Я ей выразил свою поддержку. Она мне сделала зурпатором, что я обвиняю ее в тупости и неграмотности. Возможно, я напутал что-то, что она мне сказала, но мысль-то была какая. Я выразил ей свою поддержку. Поддержку эмоциональную. Женщине нужна эмоциональная поддержка. Я выразил, сказал ей, все будет классно. Не переживай. Все будет замечательно. Все у тебя пройдет. Ты ляжешь, поспишь, все будет хорошо. Успокойся, все будет классно. Но Маша оказалась необычная девочка. Необычная девочка с женскими энергиями. У которых соотношение 70 на 30. 70 женской, 30 мужской. Маша оказалась несколько другая девушка. В женском теле, но с мужским содержанием. С мужским содержанием. Это содержание мужское начало говорить по логике. Она пишет, Ярослав, ты что меня за дуру принимаешь? Ты что думаешь, что я не знаю, что такое внутричерепное давление и боль в кишечнике? Я вообще-то в химан-дизайне, я вообще-то учился в институте, я все это знаю. Не надо мне рассказывать. По-мужски. Девушка начала со мной общаться по-мужски. Я ей выразил свою поддержку эмоциональную. Да, что-то напутал там по содержанию. Но в этот момент я прочувствовал, что она находится в стрессе. И ей нужно помочь. И нужно помочь выйти с этого состояния. Дать эмоции. Она же мне говорит по-мужски. Вася, Ярослав, ты напутал факты. Факты я здесь такие не говорил. Понял. Окей. Раз ей не подходит общение по-женски, как ты должен пройти по чувствам, я сейчас ей напишу, напишу сейчас ей я по-мужски. Без эмоций. Как положено. Так, мужик. Без всяких эмоций. Сейчас я ей напишу. Я сейчас ей напишу. Ей не понравится. Посмотрим, как ей понравится. А может понравится. По мужскому типу. Может быть ей понравится. Сейчас мы запасаем. Так. Окей. Я сейчас представлю, что я такой, я такой холодный, холодный, черстый врач. Который, который говорит диагноз. Вот, прочитал, говорит, диагноз. Так, сейчас настроюсь. Мария. Я вижу, что у вас здесь проблемы с кишечником. У вас внутричерепное давление. И, возможно, подозрение на язву. Ну, ничего страшного. Это черепное давление. Люди живут с давлением. Живут без давления. У кого-то оно высокое. У кого-то низкое. У кого-то вообще давления нет. И живут ничего. Кто-то долго живет. Кто-то недолго. А кто-то живет долго. И мучается. Может быть, будет так и у вас. На все воля Божья. Что себе заказали, то у вас и будет, дитя мое. Но вы не переживайте. Язва желудка. Это тоже не очень страшно. Можно и с ней жить. И проблемы с кишечником тоже бывают. Много людей живут с этим проблемой. Правда, они мучаются. Может быть, вы не будете долго мучиться. Покинете этот мир очень быстро. А может быть, и нет. Может быть, будете жить. И мучиться. А может быть, не будете мучиться. Ну, в общем, не переживайте. Вы не одна такая. И таких людей много. Так что, добро пожаловать в больницу. И вам годов уже немало. Что же вы думаете? Вы же не молодая уже. Вам уже за 30. А это, сами понимаете, болезни. Куда же с них деваться? Так что, принимайте все как есть. На все воля Божья. И ваше решение. Аминь. С вами будет все хорошо. Если на это понадобятся дополнительные силы, возможно, вы перейдете эти все испытания, и у вас будет все хорошо. Это мое сообщение было. Это я и так написал. Наговорил. Сейчас посмотрим, что она скажет. По этому поводу. О, что-то уже пишет. Пишет уже. Уже пишет. Уже пишет. Пишет. Уже вижу. Пишет. Так. Уже прослушала. Так. Интересно, что она мне сейчас тут напишет. Так. Хорошо. Ага. Так. Еще пишет. О, видно. Недолго что-то пишет. Видно там что-то. Немало, немало. Немало. Видно так. Угу. Я думаю, что это сейчас не понравится ей. Думаю, она сейчас будет, скажет, что-то ты очень черствая. О, пришло. Пришло. Сейчас я посмотрю. Я предвкушаю, что тут будет сейчас. хорошее напоследок, надо оставлять сюда. Так. Ну, хорошо. Так. Так. Что напишет? Женщина в мужской форме. Я в шоке. Я думал, она будет расстроена, а говорит, все нормально. Она говорит, что, ну вот, вот это другое дело. То есть, выразил поддержку по тексту конкретно, все четко сказал. Вы представляете? Она говорит, что это было нормально. Вот то, что я сейчас до этого сказал, вот то, как холодно я выразил ее свою поддержку, она сказала, что это нормально. О, май гад. Май гуднес. Она говорит, вы, Ярослав, очень четко сказали по тому факту, который есть. Правда, факты не были очень точные, но я благодарна вам за вашу поддержку моего состояния. Ваша Мэри. Она это написала? Девушка мне написала, что для нее это нормальная поддержка, вы представляете? Я в шоке, мой гад. вот это да. Да. Что получается? Если девушка ведет себя по-мужски, я мужик, получается, два мужика. То есть, зачем мне с ней проявлять какие-то чувства, когда могу с ней быть просто на третий чак и на первый общаться. мужик, с мужиком, нормально, Васю, все нормально, переживай. И тебя вылечат, а не вылечат, но ты знаешь, где кладбище находится. Мы все там будем рано или поздно. Окей? Так что, не переживай, все будет нормально. Нормально, Васю. Вот это вот такие отношения меня ожидают с девушкой. Это явно не для меня. Девушка должна быть женственной. Мужчина должен быть мужественным. Это то, чего я хочу. Это то, что позволит мне проявить свою мужественность, а для женщины, будучи в женской энергии, позволит ей проявить свою женственность. Ну что ж, пожалуй, я буду с ней прощаться. Это не первый раз уже, это была последняя капля в чаше переполненной. Пожалуй, напишу-ка я ей прощальное письмо. Прощальное письмо. Ну вот, друзья, на этом все. Это был мой монолог. Продолжение прощального письма будет в следующей записи. Если вам понравилось, ставьте лайки, ваши комментарии. Буду очень рад, если вы напишите, что было хорошо, что было не очень хорошо, над чем надо поработать. Ребят, благодарю. Помогите, пожалуйста, совершенствовать мне свое мастерство актерское, начинающего актера. Я знаю, что мы все актеры по жизни, но когда ты играешь на сцену, на камеру, совершенно по-другому, другие условия, другие возможности. Помогите мне, пожалуйста, буду вам очень благодарен. На этом позвольте прощаться. С вами был Ярослав Мудроворонцук. Больше информации на нашем сайте vedadom.com. Любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг. И любовь вернется вам с Трицей. Намасте. Эй. Эй.